К испытанию золотой маской готовый Самарский театр оперы и балета отправляется в Москву, где покажет нашумевшую леди Магбет Мценского уезда. Спектакль номинирован на самую престижную театральную премию страны сразу в пяти номинациях. Сейчас артисты готовятся к столичным гастролям. На генеральной репетиции перед заключительным показом оперы в Самаре побывала и наша съемочная группа. Самарский театр оперы и балета 20 февраля отправляется на золотую маску. Спектакль леди Магбет Мценского уезда отмечен сразу в пяти номинациях. Чтобы достойно выступить перед столичными критиками, готовность должна быть стопроцентной. Так вся труппа собралась на заключительной репетиции перед отъездом в Москву. Перед жюри опера предстанет во всей красе. Вместе с артистами в путь отправятся декорации. Они, к слову, привыкли путешествовать. Специально для спектакля их привезли из Санкт-Петербурга. А еще костюмы. Их больше трехсот. Но и это не главное. Главное, основное слагаемое успехов в музыкальном театре, это, конечно, музыка. И то, что у Самарского оперного театра сегодня достает сил для того, чтобы играть, наверное, одну из самых сложных партитур в мире. Партитуру Шостаковича. Причем первую редакцию леди Магбет Мценского уезда со всеми ее невероятными сложностями. Конечно же, в первую очередь, это заслуга театра, его художественного руководства. Режиссер уверен, к испытанию «Золотой маской» театр готов. Тем более, что в прошлом году труппа принимала участие в фестивале и даже открывала его пиковой дамой. А вот для солистки Самарской оперы Натальи Фризе это будет дебют. Немножко волнительно, поскольку это моя первая поездка. Очень хороший спектакль, и очень хочется, чтобы, конечно, он был отмечен. И очень хочется сделать все не на 100%, а где-то на 150%. Конкуренция сильная, наверное, слабые не могут туда просто попасть, конечно. Поэтому, я думаю, что мы все выложимся. На 100% выкладываются даже на репетиции. Кстати, в прошлом году самарские артисты устроили на Повелецком вокзале грандиозный флешмоб. И в этот раз удивлять москвичей тоже будут. Нашумевший спектакль на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко столичные зрители и члены жюри увидят 22 февраля. А имена обладателей престижной премии станут известны 19 апреля. Мария Акимова, Сергей Костин, Новости губернии.